Hello, dear friends! We start our English lesson. Today we learn construction there is, there are. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем наш урок английского языка. Сегодня мы изучаем конструкцию there is, there are. There is, there are используется в утвердительных предложениях. Утвердительное предложение, которое начинается с обстоятельства места где, в английском языке начинается с конструкции there is или there are. For example, например, there is a child in the room, в комнате ребенок. There are children in the room, в комнате дети. Если английское предложение начинается с конструкции there is или there are, на русский язык такое предложение следует переводить, начиная с конца. For example, there are four books in the bag. В сумке четыре книги. Если в предложении несколько подлежащих, то выбор формы глагола is или are определяется тем подлежащим, который стоит первым. For example, например, there is a pen, two books and a pencil in the bag. A pen. Единственное число, ручка. Начинаем предложение с there is. For example, there are two books, a pen and a pencil in the bag. Two books, две книги, множественное число. Начинаем предложение с there are. Для образования отрицательных предложений используем отрицание no. For example, например, there is a flower in the vase. Вазит цветок. Чтобы сделать это предложение отрицательным, добавляем no и убираем артикль a. There is no flower in the vase. Вазит нет цветка. Запоминаем. В единственном числе при добавлении отрицания no артикль убираем. There are cats on the roof. На крыше кошки. Чтобы сделать предложение отрицательным, добавим no. Запоминайте, мы используем no в отрицательных предложениях. No ставится после конструкции there is, there are. Для образования общих вопросов. Меняем порядок слов. There is a book on the table. На столе книга. Чтобы задать общий вопрос. Is, поставим на первое место. Is there a book on the table? На столе есть книга. There are children in the room. В комнате дети. There are, are, ставим на первое место. Чтобы задать вопрос. Are there children in the room? В комнате есть дети. Remember. We ask general questions with is there, are there. Запоминаем. Задаем общие вопросы. Начинаем их с is there, are there. Is there a book on the table? Чтобы дать краткий ответ на такой вопрос, смотрим, с чего он начинается. Is there. Значит, в кратком ответе. Yes, there is. No, there isn't. Is there a book on the table? На столе есть книга? Да, есть. Нет, нету. Чтобы задать вопросы, начинающиеся с упросительного слова what. Special questions. Специальные вопросы. Мы слово what, специальное слово, в упросительное слово, ставим на первое место. What? Далее следует конструкция is there. И где? On the table. What is there on the table? Что на столе? Чтобы задать вопрос, который начинается с упросительного слова how many, сколько? How many? Ставим на первое место, начинаем с него вопрос. Далее следует. То, о чем мы спрашиваем. How many books? Сколько книг? Are there? Конструкция are there. И где? On the table. How many books are there on the table? Сколько книг на столе? Remember how to ask general questions? And special questions. General questions. Общие вопросы начинаются is there, are there. Special questions. Специальные вопросы начинаются со специальных, упросительных слов. What, how many, why, where? Итак, и так далее. Let's practice. Давайте потренируемся. Use the right for. There is, there are. For example. Например. There is a big park in our city. A big park, большой парк, единственное число. There is a big park in our city. В нашем городе большой парк. Now you. Теперь вы. Проговорите оставшиеся предложения. иво. Два. И, ahí. Два. И, Sodaf迷. Check yourself. Проверьте себя. There are three roses in the vase. В вазе три розы. There is a pencil in the box. В коробке карандаш. There is a fox in the zoo. Зоопарки лиса. There are two birds in the tree. На дереве две птицы. Сделайте эти предложения отрицательными. Remember, we use no in negative sentences. Помню, мы используем no в отрицательных предложениях. For example, there is no dictionary on the shelf. Now you. Теперь вы. Проговорите оставшиеся предложения. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... В комнате нет стула. В буфете нет десяти тарелок. Продолжение следует... Составьте вопросы, задайте вопросы и ответьте на них. На учительском столе рыба. There are ten pupils in the classroom. Класс десять учеников. Задаем вопросы и даем краткие ответы. Remember, помним, чтобы задать вопрос. Если вы начинаете с конструкции there is, there are, меняем порядок слов. И из А выходит на первое место. И из А выходит на первое место. Продолжение следует... Now check yourself. Проверь себя. There is a book on your table. Составьте предложение из данных слов. В предложениях есть конструкция there is, there are... ... ... ... Продолжение следует... Продолжение следует... На столе нет хлеба. В небе есть маленькая белая облачка? There is a piano in the hall. Полит пианина. Теперь мы можем использовать в нашей речи There is, there are Thank you The lesson is over